Здравствуйте, Диана! Я рада видеть сегодня тебя у нас в гостях. В наших программах мы часто знакомим наших зрителей с различными молодыми людьми, творческими людьми. Сейчас, тем более, у молодежи очень много возможностей для развития. У тебя же множество увлечений. Я знаю, что ты с самого детства рисовала, сшила, вышивала. Сейчас ты увлеклась росписью по ткани, росписью сумок. И все-таки чему ты отдаешь тут почтение? С самого детства я любила в принципе рисовать. То есть мне, когда даже мама покупала раскраски, их никогда не раскрашивала. То есть я перерисовывала и уже только свои работы раскрашивала. С самого детства я любила рисовать всякие мультяшки, и потом это уже переросло в более вот такое. Портреты мне всегда нравились, особенно рисовать глаза. То есть это мое самое любимое. И в итоге я этим начала заниматься. Я хотела быть дизайнером, но в итоге жизнь сложилась по-другому, и я ушла в другую сферу. Сейчас это больше как хобби, но и также я сейчас стараюсь это в свою жизнь включить. То есть не просто как хобби, но уже, допустим, я недавно в Черкесске проводила выставку с мастер-классом по росписи, по одежде. Как-то стараюсь вот это тоже уже в свою рутину, так сказать, включить. У меня была всего одна выставка пока что. Надеюсь, дальше я буду уже больше этим заниматься. То есть я сделала, ну, недели три назад выставку здесь в Черкесске проводила по росписи, по одежде. И был после выставки мастер-класс. То есть мы все вместе рисовали на шоперах. Вот. Очень много людей остались в восторге, что мне очень понравилось. И вот я планирую в Ставрополе проводить также повторно выставку с мастер-классом. Я вижу портреты у тебя черно-белые. Ты не любишь рисовать в цвете? Не знаю. Мне всегда это нравилось. Я не люблю цветное рисовать. То есть я пыталась рисовать цветными то и красками, и акварелью, и маслом. Мне не нравится. Не знаю. Мне почему-то вот черно-белое это вот прям мое. Карандашом работать я очень люблю. С твоими рисунками ясно, что ты любишь портреты, портретный жанр. Что касается остальных техник, мне просто интересно, вот чем тебе нравится техника рисования по ткани, рисунка по ткани. Чем тебе нравятся вот остальные виды искусства. И почему именно вот такие вещи? Хочу показать какие-то чувства и эмоции, передавая даже вот в рисунках. То есть у меня есть тут некоторые рисунки, в которых ты смотришь и ощущаешь глубину рисунка, суть рисунка. Ну по крайней мере я вижу. Вот. И то есть мне это нравится. Черты лица передаю, какие-то особенности и так далее. То есть вот такое больше. Мне нравится то, что это индивидуальность. То есть можно создать какую-то вещь индивидуально для себя. То, что не похоже на других. То, что ты можешь делать, то, что отличается. То есть мы можем даже элементарно просто купить белую футболку и сделать ее такой, как ни у кого нет. Вот. То есть все, что хочешь. То есть твоя фантазия, ну, может быть безгранична в этом деле. И ты можешь сидеть и рисовать. Просто уходишь в это состояние. Вот я чаще всего занимаюсь вот этим, когда я ухожу в такой, грубо говоря, экстаз какой-то, когда рисую. И я уже ничего, ну, не осознаю, что я делаю. И в итоге вот получается что-то вот такое. Даже когда я проводила мастер-класс, я первая озвучила, чтобы люди себя не ограничивали. И у них были референсы, которые они могли нарисовать. Но я им сказала, не надо именно вот так делать. И не нужно, чтобы у всех было одинаково. То есть каждый должен сделать что-то свое, какую-то изюминку свою добавить. Потому что вот именно у меня позиция именно индивидуальности в этом деле. Что касается твоего творчества, с этим как бы все понятно. Что ты увлекалась этим детством, ты творческий человек. Но тут ты резко противоположно занялась спортом, причем силовыми видами спорта. Даже армрестлингом. Расскажи, пожалуйста, об этом. Я недавно участвовала в соревнованиях по армрестлингу. Мне предложил тренер. У нас есть в зале, в который я хожу. У нас есть тренер, который в федерации по армрестлингу. Он заметил то, что я хорошо тренируюсь. И предложил выйти вместе на армрестлинг. Он посмотрел, что у меня очень сильные руки для девушки. И сразу же предложил участвовать в соревнованиях. Ну, я не раздумывая, конечно же, согласилась. Потому что это мне очень нравится. Я очень люблю участвовать в соревнованиях разного вида. И, получается, я не знала ни правил, ничего. У меня даже не были подготовлены, грубо говоря, руки именно в этом направлении. То есть я не знала. Потому что в силовых я знаю, а по армрестлингу особо нет. И я заняла третье место. Для первого раза, я считаю, это шикарно. Тем более, когда ты не знаешь даже правил. Получается, первой девушке я проиграла. А на второй, если честно, я просто психанула. Я должна выиграть. Вариантов нет. И прошло все очень круто. Сейчас я уже знаю, как это, что это. В октябре месяце я буду уже участвовать по Ставропольскому краю. Тоже в соревнованиях, так как мне дадут разряд. Сейчас ты работаешь в индустрии красоты. Но я думаю, такой творческий человек намного шире видит свое будущее. Каким ты видишь и каким ты рисуешь свое будущее? Сейчас, на данный момент, я работаю в сфере красоты. У меня в Ставрополье небольшая студия. Мы открыли с моей подругой уже два года, как мы работаем. Планируем, конечно, расширяться более. В сфере косметологии я тоже хочу развиваться. Мне это очень нравится. Но также и хочу в сфере спорта и в сфере искусства. То есть все эти три увлечения я хочу, чтобы они были у меня в жизни. И там, и там я развиваться очень хочу. Я также говорю, что хочу стать фитнес-тренером. Мне это очень нравится. У меня очень много желающих со мной заниматься. Меня уже просят, чтобы я их взяла. На данный момент я не имею права с ними заниматься, так как я не являюсь действующим тренером. Поэтому мне это очень нравится. Меня это вдохновляет. Поэтому я вижу, скорее всего, свое будущее в этих трех сферах, наверное. Вот так. Ну, очень хочу развиваться в этом всем. Мне это все очень интересно. И хочется как-то в больших объемах. Даже на данный момент то, что у меня такая возможность появилась, для меня это очень большой шаг. И мне это прямо очень приятно. Ну что ж, Диана, я желаю тебе на твоем жизненном пути всех благ. Я желаю тебе успехов в твоем творчестве. Желаю удачи. Спасибо, что была гостьей нашей программы.